БОГАТЫЕ БЕДНЫЕ ЧИНОВНИКИ Санкт-Петербург. 81-летнюю бабушку арестовывают за якобы кражу трех пачек масла. От испуга в участке пенсионерка умирает, не дождавшись скорую. Мы сейчас видим, это Рауза Ахметна. Она расплачивается за продукты, отходит от кассы. И, как мы видим, продавец обращает внимание на нее, ее возвращает. Мы видим, что она предлагает расплатиться, но охранник магазина берет ее тележку. И мы в кадре уже видим работника полиции, который выясняет, что же там за сумкой у Рауза Ахметны. А за сумкой оказываются вот эти злополучные три пачки сливочного масла стоимостью 337 рублей 50 копеек. Параллельно в Америке, против которой, собственно, воюет Россия все это время, произошел похожий случай, когда безработный отец пытался стырить для ребенка какие-то печеньки. Так вот, в Америке охранник супермаркета купил ему эти печеньки, купил еще что-то из детского питания, пожелал удачи и посоветовал, куда обратиться, где можно получить временную работу. Уже потом окажется, что когда-то эта пожилая женщина пережила блокаду и очень хорошо знает, что такое голод. Но тогда в Ленинграде еду себе позволить не мог никто. Сегодня поход в супермаркет для многих россиян – это праздник. Пенсии. Шесть месяцев. Пенсии. Люди голодают. Они посекундно с Малаховым будут разбирать, что же произошло в тот злополучный день в супермаркете «Магнит», так и не сказав главного. Нация больна, обозлена до предела. Люди готовы разорвать за три пачки масла, не пожалев ни стариков, ни детей. Наверное, все это происходит не от хорошей жизни. Уровень бесчеловечности, как он зашкаливает? Как бесчеловечность? Со стороны нынешнего поколения россиян, которые считают, что старики тут уже задержали. А из-за того, что друг друга не уважали, что каждый выживает в одиночку, что общество – это джунгли, что это лес, тайга. Кто сильнее, тот и прав. Кто молодой, здоровый, тот имеет право на жизнь. А старикам – вперед на кладбище. Сегодня в России активно и цинично сокращается медицинское обслуживание. Люди преклонного возраста уже понимают, что политические реформы Кремля им просто не пережить. Им приходится преодолевать огромное расстояние сегодня, чтобы просто попасть на прием к врачу. Соответственно, будем говорить, это целенаправленная политика государственной власти по уничтожению вот такого балласта. Как оно воспринимает пенсионеров? То есть это циничная программа фактически геноцида собственного народа. Хотя сегодня в России в таком катастрофическом состоянии оказались не только пенсионеры. Вместе с ними за чертой бедности в Российской Федерации оказались миллионы людей. Теперь пореже и молочное, потому что очень дорогое, масло сливочное, сыры. Поменьше покупаем теперь, конечно. Хочется получше, но не получается. Хотел купить колбасу, но уже отказался. Согласно постановлению правительства РФ, прожиточный минимум в Москве составляет 8731 рубль для трудоспособного населения. Для пенсионеров – 6656 рублей. Это деньги, которых едва хватит на ежемесячный набор продуктов. А представьте, что только половину этой суммы государство заложило на питание, остальное – на оплату непродовольственных товаров и услуг. Простые россияне уверены – на прожиточный минимум, установленный правительством, прожить просто нереально. Это надо быть идиотом, чтобы прожить на 3800. 3800, если это свое личное хозяйство, было в деревне, может, и можно прожить, в проголодь. 13 тысяч. Это едва-едва сведешь в конце с концами. Обычная зарплата в России – 15-20 тысяч рублей. Из них 5-6 тысяч уходит на оплату коммунальных услуг. Столько же по минимуму на питание. А ведь еще остается одежда, проезд, обучение детей. Понятно, что когда не хватает на самое необходимое, ни о каком отдыхе и развлечениях и мысли быть не может. Я не могу лишний раз позволить детям сходить в парк. Потому что у нас карусели астрономические цены – это 80-70 рублей. У меня их двое, карусели – 20. О чем я завтра буду думать? О чем я накормлю своих детей завтра? Потому что я их обуду и одену. Это простые рядовые семьи из поселка Ульяновск. Семья Зубаревых и семья Антоновых живут, как и многие в России. Мамы воспитывают детей, а папы трудятся, не покладая рук, чтобы прокормить детей. Их зарплат в 15 тысяч рублей еле-еле хватает, чтобы не голодать. Помощи от государства ждать не приходится. Например, ежемесячные выплаты на ребенка составляют 2718 рублей. Это примерно оплата государственного садика за месяц. Мы делим иногда лбу, хлеба, чтобы нам хватило. Прямо делите какой, в какой день? Нет, просто я говорю, давайте сегодня вот по кусочку. Сейчас, завтра и вот рассчитываем. В то время как народ хоть как-то пытается свести концы с концами, зарплата российских депутатов ежегодно увеличивается. Она, кстати, в 15 раз больше, чем средняя по стране. Деньгами купить верность, лояльность государству, служение самодержавному президенту. Поэтому это особенность России. Всегда так было. Всегда так было. И будет. Чиновник получает больше, чем простой смерть. Окрім того, что у них еще больше зарплаты в кілька разів, також мы должны враховывать, какой объем коррупции припадает на долю этих чиновников. То есть они не живут на свою зарплату. Такое впечатление, что жесткие экономические санкции со стороны Запада сказались только на простом населении России, но никак не на госслужащих. В то время как зарплаты населения падают, чиновникам федерального уровня к 2018 году вообще пообещали зарплаты вдвое больше, чем сейчас. На эти цели в бюджете заложено более 460 миллиардов рублей. Эти средства позволяют доплачивать каждому высшему должностному лицу более 40 тысяч рублей. В 2015 году 68 тысяч в 2016 году и более 150 в 2017 году. Для того, чтобы держалась эта российская кремлевская машина, звичайно, Владимир Путин должен кормить свой аппарат, а звичайное население, получив копейки, оно задоволенит той кремлевской пропагандой, которую оно отримает, что они борются за святовое лидерство, они борются за какие-то имперские амбиции против Америки, но очень часто это доходит до смешного и напоминает просто Певничную Корею. Сегодня зарплата чиновника средней руки составляет 75 тысяч рублей. Но это только цветочки. Высшие должностные лица, министры, депутаты получают гораздо больше. С учетом надбавок их месячный доход составляет от 130 до 580 тысяч рублей. Правда, до верхней планки оклады доходят только у руководителей силовых ведомств. На них правительство делает особые ставки. Путин и вся верхушка путинского режима прекрасно понимает, что как и при царском режиме, как и при советской власти, главная опора режима – это чиновник и человек в погонах. Поэтому в этом смысле современная Россия мало чем отличается от Советского Союза лицарской России. Еще одна вещь, которую позаимствовал Кремль у своих предшественников – это простая формула жизни. Не можешь построить дороги, новое жилье, увеличить пенсии? Тогда дай то, что заставит народ не думать о проблемах. Сейчас проблема решается классическим, известным путем в российский – водка. Нельзя повысить пенсии, зато понизили цену на водку. Но всех споить не получится. Недостаток средств населением ощущается ежедневно во всех социальных областях. Например, в 2014 году Минздрав приводил данные, что в России не хватает около 120 тысяч врачей. Больше всего нехватка специалистов ощущается в амбулаториях и поликлиниках. Особенно в сельской местности и удаленных районах. Хотя о каком медицинском обслуживании в отдаленных районах сегодня можно говорить в России, если к ним попросту невозможно добраться? Из-за жесткого финансового кризиса, по сути, ставшего следствием санкций, которые Запад был против России, в России свыше чем в 20 регионах были отменены множество пригородных электричек. Это рабочий поезд. Я-то ведь не виновата ничего. Ну а я вот на этой работе. А нам на чем добираться? Так ну не я в этом виновата. Понимаете, я как проводник, я вас понимаю, но в то же время я вас пущу, меня с работы выгонят. Это вы жалуетесь? Я не знаю, куда жаловаться. Пишите, говорите. Ну я-то в чем в этом виновата? Вот эта истерика Владимира Путина, который начал там кричать, что он разберется, везде восстановить электрички. На самом деле мы понимаем, что это просто такая медиа-скандал для публики. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Мы оказались вообще отрезаны от мира. У нас больше поездов нет. Это же не только у нас отменили один частный маршрут. Это же отменили его по всей стране. Соответственно, кто решает, что для людей нужно? Наши правительства, наше государство должно заботиться о наших жителях и гражданах своей страны. Вот на нас ему точно на**ать. Потому что у нас вообще ничего нет. У нас даже дороги, по которой мы ходим через лес, ее нет на карте. Сегодня по России отменены электрички в более чем 20 регионах страны. Многие населенные пункты остались отрезаны от цивилизованного мира. Транспортного сообщения с ними теперь попросту нет. Почему же правительству между собой не договориться и не жить так, как должны жить русские люди? В то время как количество электричек сокращается. РЖД в январе 2015 года запускает новый современный поезд «Москва-Ницца». В некоторых вагонах этого поезда даже есть душ. О таком неслыханном комфорте жители деревни Чатково в Новгородской области даже и не мечтают. А только пытаются узнать у чиновников, как им жить дальше и на чем добираться в город. Пассажиропоток субыточных пригородных поездов, в том числе с поездов маршрута Акуловка, не был чем. Переключен на альтернативное автобусное сообщение. В связи с этим просим сообщить, на автобусе какого маршрута и по какому расписанию на данный момент можно добраться до деревни Чатково. Вот это спрашивали год назад. На этот вопрос мы и так и не получили ответы. Ну, собственно, такой был риторический вопрос, потому что дороги тоже нет. В этой стране бабушкам не хватает на пачку масла. Люди в деревнях сидят без света и не могут добраться даже в ближайший город. Прожиточный минимум не имеет ничего общего с действительностью. А глава государства слабо ориентируется в зарплатах. Сотрудники крупных компаний наших, конечно, получают очень солидные деньги. При этом нужно и элементы социальной справедливости соблюдать. Только после простого вопроса, так сколько же получает президент государственной нефтяной компании «Роснефть»? Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Страна впервые получила ответы. Значит, зарплату Сечина не знаю. Уже потом на сайте «Роснефти» будут в виде отписки опубликованы некоторые данные по выплатам топ-менеджменту компании. 13 членов правления госкомпании за 2014 год получили 2,8 миллиарда рублей. Никаких фамилий и уточнений. Зарплата же самого Игоря Сечина, которая выплачивается из госбюджета, так и остается тайной за семью печатями. Огромная пропасть между народом и верхушкой власти депутатами и чиновниками растет в России с невероятной силой. Социальное неравенство и несправедливость подогревает народ ежедневно. Но вот сможет ли он объединиться в борьбе за свое будущее, покажет только время. Ведь всех запугать Кремль не в состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok